Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 сентября и наконец-то мои перцы поспели до такого состояния, что я начала с них собирать семена. Поспели они, конечно, давно, я некоторые из них уже вам показывала, но сейчас они именно дошли до той стадии, когда я уверена, что семена у них полностью вызревшие. Видите, они какие? Они такие крупные, толстенькие. И в такой степени зрелости у них больше схожих семян, больше процентов схожести. Ну, про томаты я вам рассказывала, что я сбраживаю их, потом сколько-то дней высушиваю, промываю. С перцами все проще, но одновременно и проще, и сложнее, потому что перцы у нас, особенно вот у меня в Сибирском регионе, я живу в Алтайском крае, они вызревают намного позже, чем томаты. У них более длительный вегетационный период. И для того, чтобы они были спелые, 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 нужно ждать очень долго. Вы видели, что они у меня спелые уже давно, я показывала некоторые сорта, но я жду иногда, не просто, чтобы они поспели, вот так, видите, вот спелый перец, а чтобы они даже немного, не знаю, передает вам камера или нет, вот что они сморщинились, чтобы они даже немножко-немножко переспели. Этим я как даю себе гарантию, что там семена уже полностью созрели. Вот у меня воловье ухо, видите, он как бы уже сморщинился от старости, а семена все там дозревали, дозревали, дозревали. И вот такие семена, они самые лучшие. И если приходится мне снимать в такой, не в очень спелой, вот смотрите, вот гладиатор, он у меня в открытом грунте. Так как ночью уже там холодно, я спелые перцы начала там снимать, вот этот, видите, он ярко-желтый должен быть такой, а вот этот вот он посветлее. Его резать я не буду, я буду ждать, когда он дойдет вот до такой степени зрелости, полностью биологическая зрелость, чтобы не было никаких светлых, вот таких вот, как недозревших фрагментов на стенках. И семена будут дозревать. Это касается всех, беру семена, всех перцев, беру семена только самых-самых-самых спелых, самых, ну вот, например, желтых или красных. Они обычно подспеют, потом уже начинают, даже вот у них репаться вот эти носики, это значит, что он уже все вошел в ту стадию, когда он способен дать потомство. Покажу сейчас. А, я сказала, с одной стороны проще, чем томаты, с другой стороны сложнее. Проще чем? Тем, что нам не нужно их не сбраживать, ничего, видите? Они чистенькие, их можно даже не промывать, их можно просто отшелушить и засушить. Но я их пропускаю через воду, чтобы разделить легковесные пустые семена от полновесных, схожих, вот таких хороших семян, полноценных. Вот этим проще, что он чистый, не надо сбраживать. Но чем сложнее? Вот то, что он так устроен, перец. Вот он перец, сейчас я вырезала его. И вот здесь у основания, если семена будут полностью спелые, то чем дальше, обычно они здесь сформироваются быстрее, то чем дальше к носику, у носика могут быть неполноценно сформированные, и то есть будут невсхожие семена. Поэтому, если их не разделять через воду, то можно получить большой процент пустых семян. А будем на них надеяться. Я делаю так. Я сейчас покажу вам, как я собираю семена, но это не значит, что делать нужно обязательно так. Я больше чем уверена, что у каждого опытного огородника со стажем есть свои методы, свои способы. Он их считает лучшими. Вот мне удобнее так. Может быть, кто-то делает по-другому. Сразу скажу, многие спрашивают, нельзя ли снять зелеными и потом дома их дозаривать. Но я так никогда не делала, потому что я даже вот в спелых, когда берешь все спелые, полностью вызревшие перцы, и то получается большой процент иногда вот таких легких пустых семян. А если взять недозрелый, то семена перца, они еще не сформированы. С ним и так проблема со всхожестью. Это не помидоры. Помидоры выпустишь в помидорку, и там все почти полноценные семена. А с перцем нет. Могут быть вот здесь вот неполноценные. А если его снять еще зеленый, я думаю, но это только мое мнение, я не знаю. Я думаю, что семена будут невсхожими. Ну или большой процент невсхожих семян. Я делаю вот так. Вот она, она, вредительница. Видите двуехвостка? Нынче очень много перцев повредили двуехвостки. Это какое-то нашествие, слизни двуехвостки. Вот это вот у меня воловье ухо. Его можно было бы, конечно, просто вот так вкруговую взять и вытащить, но тогда они рассыпятся, их собирать сложно. Я отрезаю вот такими вот полосками. А как она зашла? А вот она, дырочка. Ух ты, ну что с ней делать, я не знаю. Придется с ней сейчас снимать. Я вот так просто полосками срезаю с трех или с четырех сторон. И освобождаю вот эту вот семенную, вот эту вот. Ух ты, блин. Все. Вот видите, из-за того, что двуехвостка забралась, и что-то уже здесь он начал портиться, семена не все с этой стороны, смотрите, белые хорошие, а с этой стороны темные. Поэтому их обязательно нужно. Потом я их просто вот так вот сделаю сначала, а потом вам покажу. Вот на этом можно было бы и закончить, просто взять и положить их в сушку. Но я обязательно наливаю воду, чтобы семена разделились на полные и на легковесные. Если они все хорошо вызревшие, они должны все сесть на дно. Так же, как томаты, все перемешиваем. Все. Так как перец был хорошо вызревший, вы видите, что все семена легли на дно. Вот они, они лежат. Они чистенькие. И наверху осталось 5-6 семян темненькие. Их мы сейчас сливаем. А вот эти хорошие все через сито. Их можно даже не промывать, они все чистейшие. Я их через сито прогоняю. И вот в таком состоянии выкладываю на бумажку. Они высыхают намного быстрее, чем томатные семена. Потому что, находясь в коробочке, они уже почти в сухом состоянии. Они же не в жидкой среде. Все. Семена перца собрать очень просто. Очень быстро, очень просто. Главное, выбрать подходящую такую вот эту перчину, чтобы она была именно спелая-спелая, переспелая. Вот видите, у меня эти валовьи уши. Они вообще красный цвет. Они аж темно-бордово-красные. И поэтому семена, которые я с них выбираю, они все полноценные, все схожие, все как один. Вот лежат они на дне. Также бутуз. Я стараюсь вот, когда он еще вот такой, не выбирать. Вот он сейчас еще несколько дней у меня полежит. Вот с этого бутуза, ой, это этюд. С этого этюда я больше чем уверена, что семена будут спелые и 100% схожие. Потому что он уже достиг своей биологической зрелости, когда семена будут полноценные, жизнеспособные. Все. Я так подробно объясняла, потому что кто-то вообще ни разу в жизни не выбирал семена. Но вот я вам говорю, что собирать семена очень просто. Но из-за того, что перец у нас долго вызревает, надо ждать. Вот я обязательно жду, когда он поспеет именно на корню. Когда сформируются эти семена, когда они будут толстенькие, здоровые. Если снять зеленую перчину, то в этой стадии они еще маленькие такие, какие-то плоские, худенькие. Но я иногда срываю уже зеленый перец, тоже то двоих восков повредят, то еще что, то сломаю веточку. И я вижу, что семена намного мельче, чем те, которые потом вот в последней стадии зрелости. Все. С вами была Ольга Чернова. Это о том, как просто собрать семена перца и что нужно иметь в виду при сборе семян. До свидания.